Здравствуйте, это доктор Немец, и это новая часть моего фанатского рассказа от предыстории Какуза. Присаживайтесь поудованию, ведь мы начинаем. Прошло 10 лет с того момента, как Какуза стал прислушивать тайну. Его поставили ограничительной печать, что сдерживало поток чакры в его теле. Иногда печать была разрешена снять, что тот мог свободно практиковаться и обучаться техникам, после его милого сенсея, того самого Окама Какуза, что и обрек Какузу на страдания раба. Он никогда не отпускал возможности. И есть город, своими учителями. И каждый попыток это сделать оканчивал 2 какузы. И сделаем им до полусмерти. Каждый раз, что вы Какузу не сделали, Окама им говорили. Важно, насколько сильненький станешь. До конца своих дней ты лишь оставаться рабом. И как Кузу не ответил однажды. Останет тот день, когда я вырву сердце с твоей груди. Но что Окама и Фоснерс, но тут же он смог ощутить, как дрожащая в этом какузе взломала ее руку. Через неделю после этого, сволнованный Даймус собрал несколько своих рабов. В тронном зале он начал говорить. Мы живем в беспокойные времена, когда каждый день сделяется по несколько деревень. Для Шиноби большинство из них быстро исчезают. Но сейчас я вижу такие деревни, которые могут и будут оставаться годами, если не десятками лет. Но меня больше беспокоит то, что в уражеской стране по заверениям и слухам живут два бога Шиноби. А именно, в деревне скрытого листа страна огня никогда не была к нам благоприимна. А имея в своем распоряжении богов Шиноби, они явно захотят завоевать то, что принадлежит мне. И поэтому я собрал ваш небольшой отряд, О'Каме. Вы должны разузнать, насколько правдивы эти слухи. С тобой пойдут несколько моих рабов. Как уже ты уже знаешь, пастерриета Хамата Ушиха и Коросуши Араме. О'Каме спросил Даймена. Перед тем, как я отправлюсь на миссию, с которой могу не вернуться, ведь это как бы бог Шиноби, я хочу узнать, каковы их имена. И он тогда сказал, Хаширама Сэншу и Мадара Учиха. Когда Хамата услышала имя Мадара, то вздрогнула. Она знала этого человека. Да, неожиданно. Но ее родители всегда говорили, что это гордость Клана и сильнейший лидер за всю историю. Сейчас Хамата начал обдумывать Клана победу и знаю, что в Листе есть куча ее соклановцев, которые могут ей помочь. Но только она подумала об этом, когда ему сказал, когда вы будете уходить, мой подчиненный даст тебе печать. Она даст при случае их победа моментально их обеззреть или убить. Хамата очень боялась, что план победы превратится в ее смерть. Как из-за же не боялась. Он знал, что если убить самого в этой печати, то смерть, а не ее избежать. Хотя ему было приватно, остальных ему было бы вам и самому выжить. Карусочи не мог уснуть и надо еще проверить, как там те, с кем он пойдет на задание. Он приоткрыл дверь в Кумитукакус и тут же в него полетел Кунай. Карусочи смог уклониться. Зачем ты пришел? Крикнул ему Курасочи. Да я просто хотел проверить, как ты тут ответил ему Курасочи. Курасочи. Крик не как-то. Он попытался атаковать своего, нового знакомого и полиломать ему все кости. Но, как только он попытался укрепить свою кожу креющая, а себя темнее, он получил сильную боль от активировавшейся в печати подавления. Карусочи подошел к нему, и пытался поднять, что как он сказал, не трогай меня. Он отпихнул его и тут же, что ввалися на пол. Заткнись уже и дай мне кирю ночь. Он прикоснулся к печати, после чего отпустил ему шуток в зеленую чакры. Ты, ты медик? Спросил Какузу. Нет, я, видишь, кое-что подглянув в нашего врача. Наутро уже вся команда продалась в деревне и стали сзалить в гора. И сделали небольшое судно, которое очень нравилось самому Какузу за того, что море он в кунку не видел. Из-за чего я его и подошли мог. Что стало поводом для насмешек Кара Сучи над Какушей? Она даже никак не старалась как-то не такпировать. Своей не знакомой. Она лишь поскорее хотела в листу, чтобы наконец-то стать свободной и там сбежать. Как будто не из ниоткуда вокруг них появился туман. Из-за чего пока она сказала приготовьтесь, это не к добру. Все, Кара Сучи с мальком ответил. Да что может сделать этот туман? И вдруг плюла руку на круглый меч хоменающий иглу. Вдруг за спиной Алкама появилась девушка, схватившая этого за горы. И в руках полный меч из головы не стих. Вдруг кожа как из-за почернела и он резко недавно взломал ее меч. Алкама пробил руку. Она не испугалась. А вы же рассмеялась. Когда попавшая из руки кровь, восстановила ее меч. А она подним ударом отсекла руку парня. Как уже не успел ничего осознать, кроме того, что сквозь меч был проводен удар молнии. Нефотом ему ходили два заряженные молниями крепких. Он не испугался и повышал, что поймать на те разорвали ему плечи. Он ничего не понимал, но Лучиха же пытался отследить ликвиных противников. Но тут же получил удар в спину на холодильце взрывающегося меча. Тогда тот сказал, все, что на этом судне теперь принадлежит деревня, скрытая в тумане. На этом у нас все. Спасибо, что досмотрели в конце. Пожалуйста, подпишитесь и, пожалуйста, поставьте лайк. С вами был доктор Немесис. И напоминаю, что чем больше вы поставите лайк и чем больше подпишется, тем скорее зайдите в новые видео и тем качественнее они могут стать. Пожалуйста.